Как только дети пошли в школу, они вновь стали появляться в полицейских сводках. В Алматинской области на этой неделе произошло жуткое ДТП. Пьяный лихач сбил четырех девочек, которые возвращались домой после занятий. Трагедия случилась буквально в 500 метрах от школы. Очевидцы аварии говорят, водитель УАЗика был настолько пьян, что даже не понял, как сбил сразу несколько человек. Детей с многочисленными травмами доставили в больницу. Двое из них до сих пор в коме. Виновника задержали. Нам доказательства. Он говорит, я не пил. Я пил 28-го. От него перегар. Ему сказали, чтобы он по линии прошелся. Он два шага не смог сделать. То есть он был пьяный? Не было похмелья? Нет. Какой похмель? От него прет. Мужчине 54. Ему грозит лишение прав и свободы. В тюрьму он может отправиться на три года. От наказания водитель вряд ли уйдет, ведь дело под личный контроль взял сам президент. А в МВД продолжают пугать печальной статистикой. За прошлый год мы потеряли 143 ребенка. Все они покончили с собой. О двух случаях стало известно на этой неделе. Эксперты говорят, зачастую дети сводят счеты с жизнью из-за того, что подвергаются буллингу со стороны одноклассников. Чтобы как-то изменить ситуацию, чиновники решили прописать понятие травли в законе. Сейчас издевательства никакими документами не регламентируются. Оттого учителя не обращают на эту проблему должного внимания. А дети просто уходят от наказания. Но будут ли заводить уголовные дела на агрессоров? Изменит ли ситуацию один лишь термин, прописанный в каких-то документах? Ирина Крештоп о новом слове и старой проблеме. Этот мост на окраине Уральска – место самоубийства. С него спрыгнул подросток. Ранним утром тело обнаружил случайный прохожий. Он и сообщил в полицию. Личность парня установили только к вечеру. Ему было 16. Учился на первом курсе колледжа. Что стало причиной поступка, еще неизвестно. Но в полиции не исключают, что подростка довели до самоубийства. Возбуждено уголовное дело по 105 статье. В ходе уголовного расследования нами будут отработаны все версии. Это, возможно, буллинг, возможно, это сложные отношения с родителями, либо с сверстниками. Однако установить точную причину подростковых суицидов 80% случаев невозможно, уверяют в МВД. Толкнуть ребенка на отчаянный шаг могут даже на смешке одноклассников. 12-летние школьники систематически оказывали психологическое давление, то есть троллили за то, что он не умел играть в футбол. Несколько игр футбольной команды были проиграны. Вина была взвалена на этого одноклассника, на плохую его игру. На смешке всего класса над этим одноклассником привели к тому, что мальчик покончил с жизнью самоубийством. Но виновные не понесли наказание, ведь обидчикам не было и 16-ти. Только за прошлый год в стране с собой покончили 143 подростка. 306 ребят пытались свести счеты с жизнью. Специалисты уверены, над некоторыми из них издевались в школе. Каждый третий ребёнок испытывает на себе в той или иной степени буллинг в детских коллективах. Кого-то прям жёстко травят, и там уже доходят и до физических методов воздействия. Кого-то просто обзывают, унижают. Ну, это систематически, регулярно, каждый день. Но это очень частое явление. Светлана Богатырёва руководит общественным фондом. Говорит, буллинг – новое слово, за которым стоит старая проблема. Милене Назаровой, 35. Она хорошо помнит свои школьные уроки выживания. В детстве её часто оскорбляли, унижали и даже били. Одноклассники отличались особой жестокостью. Территория школы самая интересная. Среди белого дня девочки бьют девочку. Одну толпой пинают ногами. За волосы хватали. У нас арык был, я, насколько помню. Вот я в этот арык падала. То есть разорвали на мне курточку, блузку. Жвачку приклеили. В итоге я подстригла волосы. Самое страшное, говорит Милена, классный руководитель всё это видел. Но старался не замечать. Классный руководитель проходила и просто вот прошла мимо. То есть я уже не могла ни кричать, ни плакать. Помню, что я забежала в ванну, я видела синяки, разбитую гулкуну. Я просто забежала домой и не выходила оттуда в течение месяца. Одноклассницы тушили об неё сигареты и заставляли пить водку. Всё это 14-летняя девочка переживала одна. Доверительных отношений с матерью не было. А потому со своей дочерью Милена установила близкий контакт. Когда над Анжеликой стали издеваться в школе, вмешалась сразу. Просто в один день прямо возле кабинета на перемене две девочки подошли и начали меня пинать. Я даже не знаю, за что, почему. И там было много людей, никто не обратил внимания. Не обратили внимания ни учителя, ни ученики. Всем было без разницы. Только вот кто заметил, рассказали моей маме. И мама пришла, разобралась. Больше такого насилия не было. Не было оффлайн, но обидчики продолжили травить Анжелику в интернете. Под моими фотографиями, я где была в красивом платье, мне писали всякие гадости, нецензурные выражения. Но я на тот момент не понимала, что они означают, но я знала, что это было плохо. Кибербуллинг или травля в интернете стал набирать обороты с переходом на дистанционное обучение. От издевательств в сети страдает психика ребёнка. Дети могут создавать чаты с именем ребёнка, которого травят. И в этом чате только контент, который его поливает со всех сторон. Могут распространять личную информацию. Например, где-то украли как-то фотографии этого ребёнка и распространять. Могут делать обидные мемы или какие-то картинки с подписями, не очень приятные. Причём это делается, как правило, группой. То есть на одного нападает очень много детей. Единственным плюсом дистанционки стало сокращение количества суицидов. С тех пор, как дети сели на дистанционку, у нас количество суицида уменьшилось на 25% по республике. И если брать только город Алматы, на 28%. То есть дети сели дома, перестали ходить в школу. Уменьшился буллинг, соответственно, упал процент суицида. 15-летняя Ксения Касьянова больше 4 лет занимается скалолазанием. Входит в молодёжную сборную. О слове буллинг узнала ещё в детском саду. Говорит, не взлюбили из-за её низкого роста. Я была тихим ребёнком, нестандартное мышление, ещё и довольно низкий рост. Ну и, понятное дело, буллеры сразу нашли себе цель. Особенно моя внешность была утром любимая тема для студентов. То есть, понятное дело, меня вызывали страшила, уродина, то есть, ну, по стандарту. Задевали также семью. Потом, может, в классе в шестом, где-то пятом, у меня появились клички. То есть я была и крысой, и макакой, и кем только я ни была. Боялась появления новых кличек, потому у родителей помощи не просила. В её бедах пытались разобраться учителя. Учителя бывало, они предпринимали, конечно, то есть бывало, что и при всём классе начинали учитывать буллеров. Было и на отдельные разговоры вводили. Как-то раз было даже, что учительница уже начала кидать по классу вещи буллеров. Уже вот настолько ей это всё надоело. Ну, понятное дело, человек был максимум на неделю. Ксения в итоге подружилась со своими обидчиками. Но не все истории со счастливым концом. Психологи говорят, из жертвы ребёнок может превратиться в агрессора. Этот ребёнок потом может, так сказать, восстать же из пепла. Он может набраться сил, нарастить свои буквально мускулы, да. И потом, даже если он не против всех, может одного из этой группы выбрать. И точно так же совершить нападение, физическое насилие, агрессию тоже проявить. А такое в мире уже бывало. Массовое убийство в школе Колумбайн устроили американские подростки. Эрик Харрис и Дилан Клиболт открыли огонь по ученикам и педагогам. Погибли 13 человек. Известно, что над Диланом издевались одноклассники. Он отомстил обидчикам. После кровавой бойни оба стрелка покончили с собой. За 20 лет у них появилось множество последователей. Чтобы уберечь детей от школьного насилия, казахстанские чиновники решили бороться с буллингом на законодательном уровне. Для начала пропишут в документах само понятие «травля». Затем создадут единую программу по профилактике издевательств в школе. Педагогов и психологов отправят на курсы повышения квалификации. Случаи травли в образовательных учреждениях никак не регистрируются и остаются незамеченными. Есть отдельные случаи, когда широкую огласку получают такие резонансные случаи с применением форм особой жестокости. Но, как правило, администрации учебных заведений не предпринимают соответствующих мер для прекращения и дальнейшего недопущения травли. Юристы считают, что новый термин заставит учителей по-другому взглянуть на проблему. Просто вот как бы и сам педагог не обращал на это особого внимания, да, а тут ему скажут особо, потому что если камера запишет, что оказывается между детками это происходило, и вы как педагог в это время присутствовали, и вы мер не приняли, и вы докладную не написали, и вы вот это не сделали, то вы попадете под ответственность как педагог. Правда, отправлять в тюрьму никого не станут. Учителей могут уволить, а родителям выписать штраф. Около 20 тысяч тенге. Исключений не будет, даже если жертва буллинга покончила с собой. Одним лишь термином буллинг не остановить, говорят специалисты. И хотя сама идея прописать в документах это понятие хорошее, изменения нужно вносить и в другие законы. Для начала в уголовный кодекс, чтобы за издевательство над сверстниками дети отвечали уже с 14 лет, а не с 16, как сейчас. Возможно, тогда, говорят юристы, и подростковых суицидов станет меньше. Ирина Крештоп, Айман Егинбаева, Ирина Морозова, Ламзар Люсан и Булат Даулитбаев. Большие новости.